Здравствуйте, уважаемые профессионалы и любители шашечной игры. Сегодня мы с вами разберем микроматч, сыгранный международным гроссмейстером Андреем Валюком и мастером Иваном Смурковым. Данный микроматч был сыгран на турнире мастеров на Гамблере. 4 июня состоялся данный турнир и убедительную победу одержал международный гроссмейстер Андрей Валюк. Иван, пользуясь случаем, еще раз поздравляю его с этим успехом. Ну и друзья, несмотря на то, что Иван проиграл обе партии, все-таки в одной из партий он мог одержать победу. Давайте рассмотрим, как это было. ЕД4, ФЕ5, размен на Ж5, ФЕ3, ДЦ5. Соперникам досталась такая жеребьевка дебюта, это обязательные ходы. Ну и в этой позиции есть два плана игры за белых. План игры связанный с ходом ЖФ4. Белые занимают центр, черные его окружают. И план связанный с ходом ЖФ4. Так сыграл во второй партии Иван Смурков. То есть белые отдают центр черным, но окружают его. И там есть определенные предпосылки для окружения центра. Андрей Валюк сыграл СД4. Этот ход ведет к тому же плану, что и ЖФ4. Иван напал ЖФ4 и белые отошли ЖФ4. Ну в этой позиции можно конечно сыграть и ЖФ6, но после ФЕ5 позиция упрощается, там особо ничего интересного нет. Поэтому Иван играет СД6. Далее в партии последовал БЦ3. И в этой позиции Иван сыграл БА5. Но все-таки более предпочтительный ход в этой позиции АЖ3. Именно так играл гроссмейстер Владимир Скрабов против Ивана Смуркова в сеансе одновременной игры. Как признался после партии Иван. То есть давайте рассмотрим этот план. После АЖ3 белым надо меняться. Ну и вот этот размен обязательный. Черные играют ЖФ6 и получается такая интересная связка. Белым надо играть своим сильным левым флангом. СБ4 обязательный ход. Черные выжидают АЖ7. Ну и в этой позиции есть два хода. ДЦ3 и БА5. После БА5, наверное, наиболее сильный ход в этой позиции. Черные размениваются ходом ДЦ5 и бьют на Д6. Белые играют ДЦ3. Черные играют ЖФ6. Белые бьют назад. Черные бьют на Ф4. Возникает примерно равная позиция. То есть у белых возможны проблемы с отсталой шашкой А1. У черных, видите, не развита шашка А7. Примерно равная позиция. После АЖ7 также был возможен ход за белых ДЦ3. Но здесь уже черные могут подкрутить позицию, сыграв ДЕ5. И бой вперед уже проигрывает. То есть надо бить только назад. Давайте рассмотрим, как могут проиграть белые. Если белые бьют вперед, тогда черные бьют на Ф4. Белые нападают БА5. Ну, стояла угроза БА5 связать полностью левый фланг белых. И черные форсировано прорываются в дамки. То есть после размена... Сперва играем ФЖ3, размениваемся. И после хода АБ4 черные жертвуют шашку. И затем играют БЦ5. То есть шашка отыгрывается. И затем еще черные беспрепятственно проходят в дамки. С легким выигрышем. То есть после ДЕ5 надо бить только назад. Теперь черные бьют вперед. И здесь возможен интересный план игры. Ну, наверное, все-таки предпочтительнее сыграть ЕФ2 и разменяться назад. Упростить немножко позицию. Ну, такой вариант покажу. Так скажем, в погоне за красотами. Белые играют БА5. Черные играют ЖА6. Именно вот из-за этого хода нападение БА5 здесь плохое. То есть, видите, друзья, надо играть именно на А6. Почему не на Ф6, спросите вы? Да потому что, когда белые рано или поздно разменяют тычковую шашку Ф4, черные затем сыграют ЕФ4. И вот пригодится эта шашка на А6. То есть в данном случае это не слабость, а сила. То есть обычно надо занимать центр, но в данном случае шашка А6 это как опора для этого центра. Она здесь хорошо стоит. Ну и далее возможно ЦБ4, АБ6, БА5, ДЦ7. Черные заняли полностью центр. И белые используют тактические нюансы. ЕФ2, БЦ5. Здесь неожиданный ход. ЦБ2. То есть в чем суть? Белые не дают сыграть черным ФЖ7 и ФЕ7 из-за элементарной комбинации АБ4. Поэтому черным приходится играть АЖ5. Тогда белые играют ДЦ3. Стоит угроза ЦД4. Поэтому надо играть ЦД4. Белые играют ЦБ4. То есть снова стоит угроза сыграть БЦ5. Черные играют ФЕ7. Вроде бы кажется, что позиция у черных выигранная. Но на самом деле здесь белые изящно достигают ничьей. То есть играем ФЕ3. Но на Д2 бить сразу же бесполезно. Поэтому... Ну там удар будет. БЦ5 и ДЦ3. И белые попадут на преддамочное поле. Поэтому бьем на Ф2 сперва с перебоем. И затем здесь следует такой небольшой ударчик. АБ6. Ну и после боя на Ц3 белые попадают в дамки. И партия заканчивается ничьей. Вот такая изящная ничья. Необязательный вариант. Еще раз повторяюсь. Но вернемся к позиции. В партии Валюк-Смурков после хода БЦ3 Иван сыграл не АЖ3, а именно БА5. И разменялся назад. Белые занимают центр. СД4. Черные окружают. АБ6. ЖФ2. ДЦ5. Белые выстроили колонку. Но видите... У белых ослаблено поле Ж1. Плюс еще отсталая шашка на H2. Позиция, кстати, примерно равная. Как ни странно. АБ2. ФЕ7. БЦ3. И вот в этой позиции мы с Иваном вместе думали... То есть я комментировал партии и немного подсказывал Ивану. Тут мы думали сыграть ЕФ6, но испугались хода ЦБ4. И в итоге Иван сыграл ЦД6. Все-таки, друзья, можно было сыграть ЕФ6. Это сильнейший вариант в этой позиции. И какие возможны ходы? Ну, после ФЖ5 и боя на Е7, естественно, черные остаются с лишней шашкой. И так играть за белых не хочется. Здесь возможны три хода. ЦБ4, АЖ3 и ФЖ3. После хода ЦБ4, которого мы боялись... Здесь, возможно, комбинация за черных. Они здесь даже выигрывают. Можете поставить видео на паузу и попытаться найти комбинацию за черных. Черные играют АЖ3. И обратите внимание, на Д6 нельзя бить. Потому что черные бьют Ж на С3 и остаются с лишней шашкой. Поэтому бой на А4 единственный. Теперь черные играют ФЖ5. Снова нельзя бить на Ф6, потому что черные побьют Ж на А5 и останутся с лишней шашкой. Поэтому приходится бить Б на Д6. Теперь черные бьют именно на С3. Ну и как бы белые здесь не били, здесь уже проходит комбинация. Ну, например, побили на Ф6. Играем, бьем на Ж3. Белые бьют на Ф4. Играем ДЦ7. Ну и после боя на Б4 играем БЦ5. И попадаем на преддамочное поле с выигрышем. Именно так и надо было играть. Не боясь хода ЦБ4. Но, друзья, мы в этой позиции после хода БЦ3 все-таки сыграли СД6. Какие еще возможны были варианты в этой позиции? Ход ХЖ3 здесь очень острый, но такой опасный за белых, потому что черные играют СД6. И кажется, что белые проигрывают. Например, после ЦБ4 черные просто размениваются в центр. И все, здесь игра быстро заканчивается. То есть связка вот этого правого фланга белых, она здесь мертвая. Здесь остается только сдаться. Но все-таки ничья здесь еще есть. И довольно-таки изящная. Для этого надо провести комбинацию. Давайте разверну. Для более приятного восприятия. Друзья, можете поставить видео на паузу и попытаться найти комбинацию за белых. Белые играют АБ4. Затем ФЖ5. И затем ФЖ3. Ну, если бить на Ф2, там позиция быстро уравнивается. Поэтому черные бьют сразу же на Ф4. Белые забирают 4 шашки. Ну и кажется, что черные выигрывают. Но на самом деле это не так. Черные играют ФЖ3. И здесь белых спасают вот такой изящный ударчик. Отдаем 2 шашки и забираем 2. С равной позицией. Ну и остался последний нерассмотренный ход после ЕФ6. Это размен. Размен ФЖ3. Извините, друзья, горло першит. Все еще немножко болею. После ЕФ6 самый сильный ход это ФЖ3. Теперь черные играют ФЖ3. Ну и надо нападать. Иначе связка будет у белых мертвая от центра. Черные закрываются. ЖФ6. И снова надо нападать. Другого нет. ФЕ5. И черные делают вот такой неожиданный ход. БА7. Именно за счет него держится вся позиция черных. И бьют вперед. Ну и здесь возможны 2 варианта. Правильный вариант. ХЖ3. А вот ход СБ4 здесь уже плох. После СБ4 закрываемся. Надо нападать. Иначе стоит угроза либо связки, либо проведения удара. Поэтому после БА5 черные остаются с лишней шашкой. Здесь эншпиль более приятный у черных. Ничья есть, но так играть за белых не хочется. Поэтому позиции после размена вперед, конечно же, надо за белых играть ХЖ3. Ну и далее возможен форсированный вариант. СД6, ЖФ4, БА5 бьем вперед. Белые нападают СД4 и черные играют ФЕ5. Белые бьют на Б6. Черные на Ж3. Белые бьют назад. Черные также назад. Ну и после ЕД4 возникает примерно равная позиция. Ну у белых, как говорится, на полкопейки лучше. Но ничья за черных вполне достижима. Так, вернемся к партии. Мы с Иваном тут долго совещались и все-таки не нашли вот эту комбинацию, связанную с ходом Е6, СБ4, ХЖ3. И все-таки сыграли СД6. Андрей Валюк здесь ненадолго задумался и сыграл ДЕ5. Наиболее сильный ход. Мы закрылись. ДЦ7. Ну кажется, что еще ничья за черных возможно. Но на самом деле здесь уже очень плохо у черных. Белая игра СД4. Ну и у черных остается только размен назад. ЖФ6. И здесь у Андрея Валюка был форсированный выигрыш, связанный с ходом СБ2. Далее возможно АЖ7, БЦ3. И здесь есть два варианта. Если играть ЖС6, тогда просто связываем правый фланг черных. Ну и здесь все быстро заканчивается. ЕФ6, БА5, ФЕ7, ФЖ3. Размен. Бой вперед. Ну и после ФЖ5 белые связывают центр черных. То есть надо закрываться. Белая игра ДЦ3. Ну и черным просто некуда прилично пойти. Приходится сдаться. Поэтому после хода БЦ3 здесь приходится играть ЖФ6. Но здесь у белых есть тоже изящный выигрыш. Белая игра неожиданный ход АЖ3. Только он ведет к победе. Ну и далее возможно ФЖ7, ФЖ5, ЖА6, ЖФ4, БА7, СБ4. Ну и черным также приходится здесь уже сдаться. Но в партии было по-другому. Андрей Валюк сыграл здесь в этой позиции вместо СБ2, ФЖ3. И дал шансы, контр-шансы. То есть размен вперед. АЖ7, ДЦ3. И вот в этой позиции Иван мог победить. Неожиданный ход. Все-таки мы оба тоже не увидели. Совещались, но не увидели. Друзья, можете поставить видео на паузу и попытаться найти выигрыш за черных. Он здесь довольно-таки изящный. Черные неожиданно играют СБ4. Ну и в какую сторону не бей, везде проиграешь. Если бить на поле А5, тогда здесь черная игра от ЖФ6. Здесь стоит угроза ДЕ5 и постановка рожна. Поэтому приходится лишнюю шашку белым отжертвовать. Но все сходится здесь в пользу черных. Играем ЕД6. Черные вынуждены... Белые вынуждены играть ЖФ4. Черные выжидают ФГ7. Ну и после АЖ3 игра от ЖФ6. Белым снова некуда прилично пойти. Приходится сдаться. Вот такой изящный выигрыш был у нас в партии с Андреем Валюком. То есть мы с Иваном могли победить. После хода СБ4, если белые бьют, допустим, на поле А7. Ну здесь тоже простой выигрыш. Отдаем СБ6. Бьем на Д2. Ну и здесь легкий выигрыш. Затем ставим дамку на Е1. Наиболее простой выигрыш. Ну и здесь окончание не представляет интереса. Черные легко побеждают. Но, друзья, еще раз повторюсь. Мы с Иваном не смогли найти вот эту комбинацию. И в итоге даже проиграли. В первой партии. Во второй партии Иван играл уже белыми. Так, разверну. Снова этот дебют. ЕД4, ФЕ5. Бой на Ж5. ФЕ3, ДЦ5. ЖС4. Вот в этой позиции после хода ЖС4 стратегия сторон меняется на прямо противоположную. То есть в первой партии белые занимали центр. Черные окружали. Здесь наоборот. Черные занимают центр. Белые окружают. Но позиция довольно-таки интересная. Она отлично разобрана в книге Андрея Иванова Путь к вершине. В одной из партий. Как раз вот подробный разбор. Ну и многие варианты здесь как раз я взял из этой книги. Белые играют ЖС2. И у черных есть два хода. ДЕ7 и ЦД6. Андрей Валюк точно сыграл ДЕ7. Наиболее сильный ход. А вот после ЦД6 у черных здесь проблемы в этой позиции. Белые нападают ЦБ4. Ну и здесь еще к ничьей ведет размен ДЕ5. После размена белые нападают. Черные вынуждены временно пожертвовать шашку. И играют ЕД6. Отыгрывают ее. Белые возвращают лишнюю шашку. И играют АЖ5. То есть видите друзья. Здесь у черных проблемы с шашкой АЖ8. То есть при отсутствии шашки на Ф8 это очень большая слабость. Но все-таки ничья здесь есть при точной игре. Поэтому этот вариант все-таки не проигрывает. А вот другой возможный ход. То есть после ЦД6, ЦБ4. ДЕ7 здесь уже практически проигрывает. Очень часто так играют любители. Такие кандидаты в мастера. Даже мастера я думаю. Здесь уже у белых практически выигрыш. Играем БЦ3. Ну и у черных есть два варианта. БЦ7 и БА5. Давайте рассмотрим оба. После БА5 нападаем. ФЖ3. Приходится меняться назад. И жертвовать шашку. Ну черные тут же отыгрывают ее нападением. ЕД6. Белые отжертвуют лишнюю шашку. И не дают черным занять пункт Ф4. Ну и одновременно готовят колоночку ЦБ2. И затем будут грозить ЦБ4. Ну и здесь все форсировано практически. ДЦ5, ЦБ2. ЦД6. Белые не торопятся забирать шашку. Надо делать это всегда в наиболее комфортных условиях. Здесь забрать шашку можно. Но это не даст выигрыша. Поэтому выжидаем. АЖ3, АБ6. АЖ5. БЦ7. Черные построили колоночку. Грозят сыграть ЕД4. Ну тогда белые здесь уже размениваются. Ходом ЦД4. Черные играют ФЕ7. Ну и хотят разменяться назад. Ну и здесь у белых есть изящный выигрыш. Жертвуем шашку ходом ЖФ6. И нападаем. Надо отходить. Другого нет. И белые играют ЕФ2. То есть, друзья, здесь рано или поздно черные сыграют АБ4. Тогда белые сыграют ФЖ3. Ну и с помощью удара победят. Прорвутся на предамочное поле. Далее возможно АЖ7, АБ2, АБ4. И белые проводят вот этот ударчик. ФЖ3. Бьем назад. Черные бьют на Ж5. И надо побить именно на Е7. В этом эндшпиле у белых выигрыш. Так, рассмотрим второй возможный ход в этой позиции. То есть, мы рассмотрели БА5. Но еще был возможен от БЦ7. Теперь белые зажимаются ходом СБ2. То есть, строят такой вот ударный кулак. И черным надо играть ЕФ6. Ну, без разницы. ЖФ6, ЕФ6. Все ведет к одному и тому же. Белые нападают ФЖ3. Надо закрываться. И белые играют ЕФ2. То есть, видите, друзья, постоянно нет хода БА5. Потому что белые за счет своего ударного кулака разменяются таким образом и прорвутся в дамки. Поэтому у черных остается единственный ход в этой позиции ЖФ6. Тогда белые нападают один раз. ФЕ3. Надо меняться. АЖ7. И белые размениваются назад ходом ДЕ3. Теперь белые грозят сыграть ЖФ4 и затем подорвать пункт Д6. Поэтому черным надо играть ЕД4. Белые играют ЖФ4. Ну и ход БА5 здесь вынужден. Другого нет. Потому что белые грозят подорвать пункт Д6. После БА5 белые проводят комбинацию. ЕФ2 побили. ФЕ3 побили. И белые попадают в дамки. Кажется, что черные здесь еще могут посопротивляться. Но на самом деле это не так. Черным надо ставить дамку на Е1. Белые занимают пункт А5. И грозят поймать дамку черных. Допустим, ходом АБ2 следующим. И БЦ3. Поэтому черные играют ЕФ2. Пытаются как-то сохранить свою дамку. Но белые играют АБ4. И стоит угроза БЦ5. Поэтому черным здесь приходится играть дамкой на Ц5. Нападать шашку на Б4. Белые ставят присоску, так называемую. Приходится бить на А3. И черные... Белые проходят в дамки. То есть проводят вторую шашку в дамки. И этот эндшпиль, конечно, безнадежный. Затем еще проведут дамки. Разменяют несколько шашек. И здесь выиграют. Эндшпиль долгий, но он выигран из-за белых. Друзья. Поэтому, друзья, мы разобрали ход ЦД6. Здесь очень плохо в этой позиции. Надо играть именно ДЕ7. Так и было в партии. Далее было ЦБ4, ЖФ6. И размен на Е5. БЦ3, АЖ7. Ну и вот в этой позиции мы с Иваном ошиблись снова. То есть в этой позиции практически единственный ход уже у белых. АБ4. Все остальное уже довольно-таки пассивно. Мы сыграли ЦБ4 и проиграли. Давайте рассмотрим, как было в партии. Черные вот таким неожиданным нападением. БА5 ставят белых в тупик. То есть надо играть ДЦ3. Вот такой стандартный размен. ФЕ3. Здесь не проходит. С перебоем. То есть черные временно жертвуют шашку. Затем нападают ходом ЖФ6. И у белых безрадостная позиция. То есть везде проиграно. Поэтому мы с Иваном здесь в этой позиции договорились сыграть ДЦ3. Далее в партии было АБ6. ЦД4. Но другого нет. Постоянно нет размена ФЕ3. И вот из-за этого маневра ЕФ4, ЖФ6. Ну и после боя А на С3, бьем на Б2. И черные снова занимают весь центр. БЦ5. Далее в партии было БЦ3 ЕД6, ФЖ3. Единственный ход из-за угрозы ФЖ3. БЦ7 СБ4. Вот этот ход, похоже, уже окончательно проигрывает партию. Все-таки ничья здесь еще была. Связанная с ходом СД2. Но это, конечно, вариант не для человека. Такой компьютерный вариант. Ну и здесь возможны три хода. СД4, ФЕ7 и СБ6. После СБ6 белые здесь даже выигрывают. Вот таким изящным ударчиком. Ну и естественно, гроссмейстеры на такие комбинации не попадаются. Это бессмысленно ждать. Поэтому после хода СД2 здесь возможны два варианта. ФЕ7. После ФЕ7 играем ЕФ2. Ну и на ход СБ6 уже проводим вот такую комбинацию. Это здесь тоже проигрывает. То есть отдаем АБ4. Надо бить. Затем СД4. Черные бьют на Е1. Белые бьют три шашки. И разменивают дамку черных. Здесь белые также побеждают. Поэтому после хода СД2 у черных практически единственный ход. СД4. Теперь белые играют АБ4. Вот такой необычный ход. Ну и на ход ФЕ7. Здесь белые уже размениваются. БЦ5. Бьем на А5. Ну и здесь все форсировано. ЕД6. ЕФ2. Черным на А поджиматься. Ходом Ж6. Белые нападают. Черные закрываются. И белые проводят вот такой подрыв центра. ЕД4. Бой. Бой на Ж7. И партия заканчивается ничьей. Вот такая ничья была у нас с Иваном. Но мы к сожалению ее конечно не нашли. Уже время поджимало тоже. Мы сыграли здесь СБ4. Это уже проигрывает. Андрей Валюк играет точно СБ6. Ну и после нападения АБ5 разменивается назад. Мы сыграли АБ2. БЦ7. СД2. СБ6. БЦ3. И в этой позиции Андрей Валюк сделал точный ход. СД4. Приходится размениваться назад. Другого нет. И черные играют БЦ5. Ну и в этой позиции есть два варианта игры за белых. ФЕ3 и СБ2. Оба проигрывают. То есть после ФЕ3 черные просто размениваются ходом ЖА6. И белым приходится размениваться. ДЕ3. Затем черные нападают. ЕД4. И видите у белых нет хорошего темпа для размена. Поэтому приходится уходить ЕФ4. И черные здесь легко побеждают. ДЦ3. Приходится жертвовать шашку. Иначе не прорваться в дамки никак. ФЕ5. И затем играть ЖФ4. Черные играют СД2. Белые ФЖ5. Черные ДЦ3. Ну и после размена ЖФ6. Черные играют СБ2. Затем проводят все три шашки в дамки. То есть фиксируют шашку H2 у белых. И легко побеждают с помощью построения боевой позиции. Это понятно. Вернемся к партии. После хода БЦ5. Поэтому мы сыграли СБ2. Андрей Валюк здесь сделал классный ход. Такой. Так сказать. Далеко не очевидный. СБ4. Только он ведет к победе. То есть кажется что. Для чего вообще этот ход. Но на самом деле тут все ясно. Нападения БА3 здесь нет. Потому что черные проводят двойной размен. БЦ3. И ФЕ3. Ну и белые здесь проигрывают за счет своей отсталой шашки H2. Так играть нельзя. Поэтому в партии мы сыграли БЦ3. Другого нет. Андрей Валюк отошел. Ну и после нападения. И размена. ФЕ3 ЖА6. Мы подорвали центр черных. Ходом СД4. Черные бьют. Белые бьют на Ж7. Но белые немножко тут не успевают до дамок. Черные жертвуют шашку. И ограничивают шашку от похода в дамки. Ходом Е на Б4. Теперь у белых есть два варианта. АЖ5 и ЕВ6. После ЕВ6 черные играют дамкой на Ф8. Ну и здесь белые не успевают. Пройти в дамки. Например. АЖ5 АБ2. Ж6. Ставим дамку на А1. Ну и после жертвы. АЖ7 вынужденной. И хода ФЕ7. Черные жертвуют одну из дамок. Ну и бьют на Ф4. С выигрышем. Поэтому. В этой позиции мы сыграли АЖ5. Андрей Валюк сыграл АБ2. Ну и после хода ЖФ6. Черные поставили дамку. Мы еще сыграли АЖ3. И после хода БЦ5 нам пришлось сдаться. То есть на любой ход. Ну допустим ЖФ4 или ЖФ4. Черные играют СД4. Жертвуют дамку. Бьют две. И легко побеждают. Но все-таки вернемся к критической позиции. Вот в этой позиции мы сыграли СБ4. Очень плохой ход. А надо было играть АБ4. И здесь белые все-таки могут достичь ничьей. При точной игре. Черные допустим сыграют БЦ7. Тогда уже нападаем ходом ФЕ3. И после размена Ж6 играем именно ЕФ2. То есть не торопимся размениваться ходом ДЕ3. И здесь у черных есть два хода. СД6 и ФЖ7. Давайте рассмотрим СД6. После СД6 белые играют БА5. И здесь в этой позиции уже надо играть черным ФЖ7. С равной позиции. Но, друзья, здесь есть ловушка за белых. Так, прошу прощения. Здесь есть ловушка. После нападения БА5. Черные могут прельститься и сыграть ФЖ3. Возникает такая необычная позиция. Белые вынуждены бить на С7. Черные бьют только на Е1. И белые ставят дамку на Б8. Кажется, что у белых дамка ограничена. То есть у него ходов вообще нет. А у черных есть ход ЕФ2. Но на самом деле это иллюзорная свобода дамки черных. То есть хода ЕФ2 тоже нет. Потому что белые отдадут две шашки ходом ДЕ3. И тут же поймают дамку белых в петлю. Поэтому в этой позиции у черных практически единственный ход. АБ6. Теперь белые окончательно запирают дамку черных. Ходом АЖ3 уже, как говорится, не пошевелится. Плюс стоит угроза сыграть ЖФ4 и побить дамкой Б8 на АЖ2. И выиграть эту позицию. Поэтому черным приходится жертвовать шашку ходом ДЦ5. И здесь есть два варианта. После СБ4 вот такого размена отдаем две шашки и бьем на Д8. Все-таки черные еще здесь могут побороться за ничью. Позиция ничейная, но придется долго защищаться. А есть еще второй вариант. Если черные в этой позиции играют Б5, то здесь у белых уже форсированный выигрыш. А, запомнить его. То есть нападаем дамкой, надо отходить. Затем играем ЖФ4. Видите, дамка черных очень ограничена. То есть как раз я в одном из видео для начинающих от гроссмейстера Максима Федорова Нижегородского говорил, что сила дамки заключается в ее подвижности. То есть сколько полей она может занимать. Видите, у белых дамка свободна, поэтому ее сила примерно 2,5-3 шашки. А дамка черных, на самом деле, у нее сила примерно 1 шашка. То есть еще посчитаем, у белых лишняя шашка. И понятно, что у белых здесь выигрыш. Как его можно достичь? Например, черные играют Б3, белые уходят, допустим, на А7. Ну и после хода вынуждено АБ4. То есть ФЖ7 там все равно бесполезно ходить. Бой-бой. Отдаем одну шашку СД2, затем вторую ФЕ5 и бьем дамкой именно на поле Ф2. Поэтому белые именно и пошли дамкой на А7, а не на Ж1. Теперь после размена выясняется, что 3 на 3, но белые попадают в дамки и черным приходится сдаться. Вот такая поучительная позиция есть. В этой позиции есть такая поучительная ловушка. Какие еще варианты были возможны? Мы рассмотрели СД6, но черные здесь еще могли сыграть ФЖ7. Здесь белым также не надо торопиться с разменом. То есть опять выжидаем АБ2. Ну и у черных здесь есть два варианта. БА5 и СД6. После СД6 нападаем уже ФЕ3. После размена Ж6 здесь партия заканчивается ничьей. Например, ДЕ3. Бой на Е3. БА5. Черные связывают белых, но связка, так скажем, не опасна. Играем БА3 и после АБ6 выжидаем АЖ3. Черные вынуждены играть БЦ5. И здесь равная позиция. Белые размениваются назад ходом ЖФ4. ФЖ5, ФЖ3, ЖХ4. Ожертвуем одну шашку. Затем вторую. Ходом ФЕ5. И пропадаем в дамки. Равная позиция. Ничья. Какие еще были возможны варианты после хода АБ2? Мы рассмотрели ход СД6. Там ничья. Еще был возможен ход БА5. Игра на связку. Тогда белые играют ФЕ3. После хода ЖХ6 возникают примерно те же самые варианты. То есть бой-бой, ДЕ3, бой-бой, СД6. Ну и тоже самое БА3, АБ6, АЖ3. И возникает та же самая позиция. Мы это не будем второй раз рассматривать. Здесь еще возможна такая ничья за черных. Вместо ЖХ6 сыграть СБ6 и провести комбинацию. Отдаем одну шашку. Затем ЕД4 играем. И бьем на А1. Белые заходят, так скажем, черным в тыл. Самоограничение. Черные бьют одну шашку. Белые бьют 3 и попадают в дамки. Но дамка тут же ловится. То есть отдаем БЦ5 и бьем на Ц5. Ну и возникает тоже равное окончание. То есть белые рано или поздно отдадут две шашки. Прорвутся в дамки. И возникнет ничейное окончание. Вот такие интересные моменты остались за кадром микроматча Валюк-Смурков. Друзья, если вам понравился данный разбор, пожалуйста, ставьте большой палец вверх. Подписывайтесь на канал. Пишите комментарии. Задавайте вопросы, если что-либо не ясно. Я попытался максимально четко и ясно рассказать о возможных планах игры в этой довольно-таки непростой позиции. До свидания, друзья. И давайте воевать только на шахматной доске. Спасибо.